Приветствую всех! С вами комментатор Олег Саламаха и сегодня мы с вами посмотрим захватывающее окончание партии, которая возникла во второй партии финала Кубка Мира, где белыми играл китайский гроссмейстер Дин Ли Жень, а черными играл армянский супер гроссмейстер Ливон Аронян. Дин Ли Жень обыграл Уэсли Со и вышел в финал, ну а Аронян прошел через Армагеддон и обыграл французского гроссмейстера Максима Вашьева Грава. Итак, два супер гроссмейстера встречались между собой, вторая классическая партия, напомню, что в финале соперники должны сыграть 4 классических партии, ну и соответственно если результат после трех партий будет известен, например 3-0, то четвертая партия уже не имеет никакого смысла и победитель становится известен, ну а так 4 классических партии, если результат будет неизвестен, то соответственно мы с вами увидим тайбрейк. Итак, окончание возникло на выходе из дебюта, было разыграно у нас, значит, было разыграно каталонское начало. Соперники оказались великолепно готовы в дебюте, позиция примерно равная. Ну и вот здесь мы видим, что пешка на поле Е4 у белых атакована, черные ее атакуют, ход белых, и белые здесь начали мудрить. То есть вместо обычного хода Ф3, после чего мне кажется соперники вскоре пожали бы друг другу руки, ну понятно дело, что просто белые укрепляют пешку, дальше хотят куда-то конем своим выскочить, например на поле С4. Позиция примерно равная, но последовал ход конь СБ3, то есть китайский товарищ подумал, что черные будут бить конь бьет Е4, тогда он побьет пешку на поле Б7 и также последует вскоре соглашение на ничью. Но последовал неожиданный ход Б6, и теперь выясняется, что если конь куда-то уходит, то соответственно теряется конь на поле Б3, а значит взятие вынуждено. И китайский гроссмейстер не учел тот факт, что теперь на взятие конь бьет С5 последует не взятие БС к центру, а взятие БА, и у черных образуется отдаленная проходная по вертикали А, с которой, как мы знаем, очень плохо борется как раз конь. Итак, слон С4, здесь китайский товарищ начал надолго задумываться, белые пристают к пешке на поле Е6, ну а черные, не обращая никакого внимания, толкают пешку как можно дальше, нужно предъявлять свои козыри. Итак, А4, король Ф1, А3, конь Б3, белые уже не могут, скажем так, молча взирать на эту самую пешку, нужно захватывать поле А1, так как их король далеко, он не в квадрате. И здесь последовал ход слон А4, то есть черные хотят все-таки побить и провести пешку на поле А2, таким образом, просто получив лишнюю фигуру. Ну, здесь король Ф7 еще заслуживал внимания, то есть просто черные защищали пешку на поле Е6, но тогда король успевал, король Е2, слон А4, конь С5, нападаем на слона, и получается такая позиция, что здесь черные вынуждены играть А2, и после слон бьет Е6, король Е7, слон бьет А2, белые отдают фигуру, но после слон Б5 шах, ну понятно, не конь бьет А2, а из-за конь бьет А4, и на победу играют белые, так как у них две лишних пешки, а слон Б5 шах в промежутке, и здесь король Е3, и конь бьет А2. Получается вот такое окончание, где у белых, как мы видим, не хватает фигуры, но за фигуру у них две пешки, и вообще непонятно, смогут ли черные выиграть вот это самое окончание. Если здесь и есть победа, то достигается она очень-очень непросто, ну и, соответственно, я думаю, что сюда как раз Ливон Аронян идти бы и не хотел, так как реализовать здесь лишнюю фигуру, ну, очень просто тяжело. Поэтому после конь Б3 слон А4 играет Ливон Аронян, не обращает он никакого внимания на эту самую пешку на поле Е6, самое главное, что после взятия последует король Ф8, и после король Е7 выиграется темп, и дальше король побежит в центр. Итак, конь С1 играет Дин Лежень, следует слон С2, идея черных очень проста, они нападают на пешку и, соответственно, готовы где-то сыграть слон Б1 и снова вести пешку Ферзи. Итак, король Е2, белые срочно двигают короля, слон бьет Е4, ну, здесь уже деваться некуда, надо бить пешку, слон бьет Е6, так как мы видим, что иначе белые останутся без материала. Король Ф8, король Д2, ну и вот здесь, конечно, самый главный и первый момент, здесь Ливон Аронян мог сыграть конь Д5. Таким образом, вот вы видите на экране план черных, то есть они хотят пройти королем на поле Б4, в то время как конь на поле Д5 создает такой барьер, видите? На поле С3 белый король не идет, на поле С2 также ему путь заказан, так как слон с поля Е4 отнимает это поле. Но здесь анализ показывает, что белые на самом деле также могут поставить просто непреодолимые трудности в реализации перед черными. Итак, конь А2, задача белых просто сбить вот этот самый блок на поле Д5. Конь идет на поле С3, король Е7, напали на слона, слон Ж8, и так, король Д6, король направляется, но конь С3. Теперь уже, соответственно, слон атакован, деваться некуда, надо бить. После конь бьет С3, король бьет С3. Ну, выясняется, что пока слон Д5 перекрытие рано, так как пешка, видите, на поле Х7 атакована. Нужно играть Х6, но тогда белые возвращаются, играют слон Б3. На слон Д5, король С2, значит, слон С2 уходит, естественно, из-под размена. Пешечник нельзя белым переходить, он проигран. Но после король С5 кажется, что все, белые проигрывают, так как получается какая-то позиция Цуксванга. Король, видите, если ходит, то пропускает короля на поля Д4 и Б4. Ну, а остается ходить только слоном и пешками. Ну, вот, на самом деле, получается так, что белые здесь могут ставить барьеры. То есть, они играют слон Ф5. Например, черные играют А2, отвлекая белых. После король Б2 пробивают себе дорогу королем, король Д4. Но после слон С2 выясняется, что, смотрите, опять же, пешка на поле Ф2 не дает пойти на поле Е3 королю. Пешка на поле Ж3 не дает пойти на поле Ф4 черному королю. А слон не дает пойти на поле Д3 и на поле Е4. Получается вот такой вот барьер. То есть, завоевать сразу пешки не получается. Например, слон Е4, ну и здесь единственный ход, который не проигрывает, это слон Д1. То есть, белые должны держать поля Е2 и Ф3 под контролем. Тогда получается так, что черным для завоевания пешек нужно будет отправиться вот в такой вот далекий поход. Через поле Е1 в тыл к белым пешкам. Но белые успеют, соответственно, пешки накатить. В то время как король пойдет на поле Д2 и все разменяется. Если бы слон А4 здесь сыграли белые, то черные, конечно, торжествовали, потому что они просто ставили слона на поле Б1. И далее, видите, цукцванг получается. Теперь король либо на поле Ф3 идет, либо, опять же, пробирается через поле Е1 к пешкам. И самое главное, что слон с поля Б1 никак не дает белым право надвигать вот эти самые пешки. Ну что же получается после хода слон Д1? Казалось бы, что все то же самое. То есть черные играют слон Б1. Слон Х5. Играют белые. И теперь выясняется, что после король Е4, ну, слон Ж6 им не страшно, тогда король Ф3 и черные побеждают, все пешки падают. Но А4. И теперь на поле Ф3, видите, король не проходит. То есть никак его здесь слон не дает пройти. Приходится идти в обход. Король Д3. Единственный ход, который не проигрывает, король А1. Передаем очередь хода. Слон должен стоять на поле Х5. И пешки должны стоять вот на таких полях. Ну и теперь после король Д2 белые играют Ж4. И получается так, что теперь, соответственно, король Е1 или король Е2, Ф4. И дальше здесь у нас произойдут массовые размены. Король, видите, далеко. Король на поле А1 стоит, его отсюда никак не выкуришь. Пешка мы видим, пешка Аш у черных. То есть она не выигрывает. А белые сейчас просто-напросто разменяют все пешки. И получится у нас здесь простая ничья. Поэтому после король Д2 не сыграл Ливон Аронян конь Д5. Хотя конь Д5 говорили, что на самом деле приводит к серьезным трудностям для белых. И черные здесь играют на победу. Так вот, король Е7 сыграл здесь Ливон Аронян. Нападает он на слона, заставляя потерять белых темп. Слон Б3 сыграл Дин Лежень. Конь Д5. И вот теперь только создает вот этот самый барьер Ливон Аронян. Теперь король не идет на поле С3 и на поле С2. Разница, видите, в том, что король уже стоит на поле Е7. Итак, конь Е2 играет Дин Лежень. Ну и, соответственно, также пытается сбить этот самый блок. Но после король Д6 выясняется, что уже этот блок не пробить. Потому что король уже намного ближе, нежели мы с вами рассматривали до этого позиции. И белые здесь уже проигрывают. И Дин Лежень здесь находит единственный не проигрывающий ход, а именно Ф3. Идея состоит в том, что после слона Б3, конь Д4 это двойной удар. Атакован и слон, как видите, на поле Ф3. И создается угроза вьюки с поля Б5. То есть здесь сразу же белые добиваются ничьей. Поэтому после Ф3 Ливон Аронян сыграл слон Б1. Эту идею мы с вами уже видели. Соответственно, в варианте, который рассматривали ранее. Ну и здесь после король С1 нужно, конечно же, срочно короля ввести в квадрат пешки А. Слон Ж6. Конь Д4. И здесь, опять же, Ливон Аронян сыграл конь С7. Ну, понятно, что король С5 сразу не работала из-за хода конь Е6. Видите, вилка... Ой, прошу прощения. Вилка на короля и на пешку. Ну и белые здесь добивались ничьей. Поэтому конь С7 сыграл Ливон Аронян, не пуская коня на поле Е6 и угрожая ходом король С5. Ну вот конь С3. Еще показывает компьютер, что вроде бы черные выигрывали этим самым ходом. На самом деле ничего подобного. То есть белые спасались ходом слон С2. Идея их состоит в том, чтобы заманить, соответственно, коня на поле С2. То есть мы хотим разменяться, во-первых. А во-вторых, если черные сами возьмут, то ходом конь БЮТ А3 мы нападем на пешку. Придется ее защищать. Ну и опять же позиция получается примерно равная. Король Д5. Смотрим о лобовой вариант. То есть черные доминируют. Смон бьет Ж6. АЖ. Конь С2. И видите, пешка на поле А3 становится атакованной. На А2, конечно же, король пойдет на поле Б2 и эту пешку просто съест. Поэтому конь Б5. Еще один важный ход. Король Б1. Король должен пойти в угол. Ну и после король С4. Король А2. Король Д3. Конь Б4 шах. Король Е3. Белые успевают сыграть Ф4. Ну и здесь получается так, что пешечная цепочка, видите, неприкосновенна. Если черные будут далеко идти за этими самыми пешками, то прыгучий конь, конечно, здесь легко расправится с сдвоенными оставшимися в живых черными пешками. Ну и получается, опять же, позиция ничейная. То есть не так-то все просто на самом деле. И конь С7 Ливон Ронян сыграл абсолютно верно. Ставя перед белыми наибольшие проблемы. Ну и вот здесь на 44-м ходу, измученной тяжелой защитой, Дин Лежень допускает решающую ошибку. Здесь он играет конь Е2. И этот ход уже проигрывает партию на самом деле. Опять же, спасение заключалось в ходе С2 и идею мы с вами уже знаем. То есть бить на Ж6, понятное дело, невыгодно допускать черным такое развитие событий, так как король видите в квадрате. А сдвоенные пешки не дадут черным здесь никаких шансов на победу. Если слон уходит, то белых выручает тот факт, что пешка на поле H7 атакована. Поэтому нужно бить слон БЦ2. Но после конь БЦ2 опять возникает вопрос с пешкой на поле А3. Конь Б5, король Б1. Ну и похожее мы с вами уже видели. Король С5, король А2. Конь Д4 и конь Е1. Просто играют белые, защищая пешку на поле Ф3. Дальше пешка видите на поле А3 снова атакована. Ну и белые здесь опять же за счет того, что черные здесь не могут создать никаких матовых угроз. 3 на 2. Здесь белые легко опять же удержат ничью. То есть здесь ничью удержать гораздо проще, нежели в том варианте, который мы сейчас с вами увидим. Итак, конь Е2 сыграл День Лежень. Это ошибка. И Ливон Аронян играет король С5. Ну еще жестче было сыграть конь Б5. Но мы не будем уже вдаваться в эти подробности. Итак, король С5, черные делают все правильно, они активизируют своего короля. Следует конь Ф4, слон Ф5 и Ж4. Ну выясняется идея День Лежения. Он хочет сыграть конь Х5 и попытаться пристать к пешкам Ж7 и Х7. Итак, слон Д7. И здесь День Лежень допускает еще одну ошибку. Он играет Ж5. Ну сразу конь Х5. Выясняется, что у черных есть ход конь Е8. Просто защищаем пешку и далее просто пешку ставим на поле Ж6. Понятное дело, что здесь опять же белым приходится уходить несово нахлебавши. Например, король Б1, Ж6. Конь Ф4, король Д4. Ж5, король Е3. Конь Д5 шах, король бьет Ф3. Ну видите, что черные просто-напросто все поели. Конь Ф6. Вроде бы цепляемся к пешке на поле Х7. Но слон Ф5 шах, король А2. Конь Д6. И король бьет А3. Ну и получается вот такая вот позиция. На самом деле она ничейная. То есть здесь еще белые спасались. Видите, пешка на поле Х7 атакована. На король Ф4 следует просто конь бьет Х7. Ну и здесь уже становится совсем мало материала. Короли далеко. Соответственно, король У слабейшей стороны далеко. Но в то же время все фигуры у белых активны. Ну и здесь опять же повторюсь, что ничья не за горами. Так как очень мало материала остается. Поэтому Ж5 играет день лежения. И складывается ощущение, что китаец начал играть на победу. А что? Позиция, как мы видим, поровну. То есть материала. Но видно, что белые здесь, конечно же, защищаются. Так как пешка на поле А3 не помышляет. Не позволяет им помышлять о большем. Ну что ж. Что же делать? Конь Б5. Играет Ливон Аронян. Опять же, ход слона Ф5 приводил к победе. После этого король идет просто беспрепятственно на поле Е3. А слон на поле Ф5 расположен великолепно. Он, как видите, не дает пройти королю на поле Б1. Но приключения в этой партии еще только-только начинаются. Ошибались здесь оба соперника. И мы с вами увидим, кто ошибся последний. Итак. Конь Б5 играет Ливон Аронян. Следует слон Ж8. Слон Ф5. Конь Х5. И Ж6. Ну вот здесь получается так, что слон Ж8, конечно, явился решающей ошибкой. Нужно, конечно же, здесь было играть король Б1. Хоть как-то пытаться держать позицию. Хотя позиция, повторюсь, уже тяжелая. Так как ходом конь Е2 китайец себя поставил на грань поражения, но пытается защищаться изо всех сил. Итак, слон Ж8, слон Ф5, конь Х5 и Ж6. Ну и здесь китайский товарищ сыграл конь Ж3. Конечно, компьютер рисует еще какой-то странный ход конь Ж7. И начиная демонстрировать недюжинную акробатику. То есть идея состоит в том, чтобы, например, как-то вот так вот начать прыгать и загрызать пешки. Ну, анализ показывает, что после слон Д3, конь Е6, шах, король Б4, конь Ф4. В коню выясняется, нельзя далеко уходить, потому что пешка просто проскочит в ферзи, так как угрожает перекрытие. То есть просто уберем слона с поля Ж8, ну и пешка пройдет в ферзи. Итак, слон С4. Делаем это самое вот перекрытие. Слон бьет С4, король бьет С4. Король Б1. Конь С7. Ну и получается так, что опять здесь проигрывают на самом деле белые. Так как после H4, ну, ходить как-то нужно. А черные грозят ни много ни мало поставить короля на поле Б3 в нужный момент. А конем пропрыгать вот по такому маршруту. Ну и, соответственно, пешка просто пройдет в ферзи. То есть коню далеко нельзя удаляться от короля черных. Итак, H4, король Б3. Ну и вот, видите, я нарисовал маршрут хотя бы такой. Например, конь А6, конь Б4, конь С2. Поэтому конь Е2. Белые играют. Они не могут никуда больше прыгать. Охотятся за какими-то пешками. Счет идет ровно на секунды. Итак, А2 шах, король А1 и конь Е6. И получается позиция Суксванга. Видите, конь не может шахнуть с поля Д4. Он может шахнуть с поля С1. Конь С1 шах, но после короля С4 все пешки у белых падают. Итак, наконец-то загрызают белые вот эту самую пешку. Король бьет А2. Но после конь Д4... Ой, конь Д4. Атакована пешка на поле Ф3. Ф4 и конь Ф3. Все. Король, видите, находится близко. Пешка на поле А4 падает. Ну и здесь, соответственно, черные легко побеждают, потому что белые фигуры здесь разрознены. А все белые пешки падают. Ну вот такой вот непростой выигрыш надо было продемонстрировать здесь Ливону Роняну. Это, конечно, требует недюжиной техники. Сидя за компом, легко, конечно, рассуждать вот о всех таких вариантах. Ну а попробуйте все это найти за доской. Итак, после Ж6 был сыгран конь Ж3. Теперь все гораздо проще. Слон Д3. Слон бьет А7. Белые, как мы видим, даже выигрывают пешку. Но после конь Д4 получается так, что атакована пешка на поле Ф3. Конь Е4 шах. Король Б4. И снова выясняется, что нельзя брать пешку на поле Ж6. В этом случае пешка просто проскочит, так как угрожает конь Б3 шах. Видите, поле Б1-то не подвластно белому королю. Ну и угрожает просто конь Б3 и А2 с прохождением пешки ферзи. Поэтому Слон Ж8, ход единственный, нужно поле А2 держать. И здесь Аронян снова прошел мимо прямого выигрыша. Здесь он забрал пешку на поле Ф3. Ход, казалось бы, очень логичный. Теперь и конь подвисает, и пешка на поле Ж5 виснет. Но окончание это, скажу я вам сразу, таит в себе просто очень много тайн. И еще мы увидим с вами. Итак, после Слон Ж8 выиграл ход конь Б3 шах. Все дело в том, что теперь вынуждены брать белый, иначе пешка проходит в ферзи. Поэтому Слон бьет Б3, король бьет Б3. И на конь Д2 шах, король Б4. Получается вот такая вот позиция на самом деле. Позиция, опять же, Цук Цванга. Видите, король на поле Б1 не проходит, а король хочет встать на поле С3. После чего будет угрожать продвижение пешки А2 ферзи. И на самом деле этой цели, как мы видим, черные очень легко достигают. Так как король С3 уже угрожает. Ну и если сыграть конь Е4, не пуская короля на поле С3, то следует просто король С4. То есть черный передает очередь хода сопернику. Ну и опять получается так, что черные здесь доминируют. Они просто хотят пройти королем и съесть все пешки. Ну здесь, позвольте, соответственно, не вдаваться в подробности. Черные здесь побеждают. Итак, пуслон Ж8, последовало конь бьет Ф3. Конь Ф6, игра один лежень. Ну и все дело в том, что очень мало материала остается. Если пешка на поле Ж6 будет каким-то образом съедена, то понятное дело, что сразу же будет зафиксирована ничья. Так как мы видим, что пешка на поле А3, например, даже не того цвета. То есть слон, как видите, у черных белопольный, а поле А1 черное. И опять же это все придает, соответственно, большую сложность вот этому самому окончанию. Ну что ж, здесь Аронян сыграл король С5. Он пытается все-таки каким-то образом, королем, пробраться к королевскому флангу белых. И съесть вот здесь пешки. Но выясняется, что это сделать не так-то просто. Итак, конь бьет Ж5. Опять же, казалось бы, что этот ход побеждает. Но на самом деле у белых есть отличная защитительная возможность. Они играют конь Д5 шах, король С5 и конь Е3. И грозит конь С2 с отъемом пешки на поле А3. Видите, слон с поля Ж8 поле А2 отнимает. Ну а получается так, что, например, конь Ф3, атакую еще и пешку на поле Х2. Но все равно конь С2, слон бьет С2, король бьет С2. Опять же, получается так, что грозит король Б3 с отъемом пешки. Если конь бьет Х2, то король Б3 и легкая ничья, так как за эту самую пешку на поле Ж6 белые отдадут фигуру. Материала становится очень мало. Король Б4, ход единственный. Ну и после слона Ф7 заставляем пешку продвинуться на поле Ж5 и просто играем Х3. И получается, опять же, ничья. На конь Ж1 просто играем слон Е6. С слоном встаем на поле Ж4. Ну и, опять же, все, простая ничья. Так как пешка на поле А3, она не выигрывает. Вот эта самая ладейная пешка. Здесь была ничья. Поэтому король С5 играет Ливон Аронян. Ну и следует решающая ошибка Х3 от китайского гроссмейстера. Ничью давал единственный ход слон А2. То есть на конь бьет Ж5 идея в чем? Сыграть слон Б1. И атаковано, как мы видим, и слон атакован, и пешка рентгеном на поле Ж6. Если эта пешка, я повторюсь, будет съедена, то будет легкая ничья. Король Д4, если сыграть, то просто слон бьет Д3, король бьет Д3 и король Б1. Ну и получается окончание, где пешка на поле А3 опять же будет съедена. Например, конь Е4. Конь Ж4 угрожает конь Е5 с вилкой. Конь С3 шах, король А1. Король С2. Конь Е5. Пешка атакована, но черные могут поставить ловушку, сыграть король Б3. Выясняется теперь, что нельзя ни в коем случае брать эту пешку, потому что белые просто попадают в матовую сеть. То есть конь у них становится очень далеко, и черные таким образом просто переведут коня на поле С2 и заматуют белых. Поэтому единственный ход, дающий ничью здесь, это конь Д3. То есть белые должны держать коня близко, соответственно, к королю соперника, к черному королю, и мучить его шахами. Например, на король С2 следует конь Б4 шах. Опять же здесь крутимся, вертимся. Король Б3, конь, соответственно, Д3, возвращаемся. Ну и получается здесь, опять же, ничья. На самом деле здесь, конечно, очень сложная уже ничья получается. И понятное дело, что оба соперника прошли мимо этого продолжения. H3 здесь сыграл китайский товарищ. Последовал король Д4. И решающая ошибка, последний шанс спастись у белых, был ходом H4. То есть, опоследовал ход слона А2. Таким образом, мы видим, что белые пытаются вернуться вот к этому самому плану защиты, связанному с ходом слон Б1. Но выясняется, что уже поздно. Итак, H4 давало ничью, потому что угрожает H5 с разменом последней пешки. Конь бьет H4 и теперь конь Д5. И идея опять та же самая у белых. Например, слон С4. А как еще, собственно, играть? Ведь, опять же, белые просто хотят поставить где-то коня на поле Е3 и прыгнуть конем на поле С2. Ну, плюс ходом конь Д5, видите, короля никуда не пропускаем. Слон С4. Черные, если так играют, казалось бы, что все, конец. Но конь Е7. Слон бьет Ж8. Конь бьет Ж8. Король С3. Король Б1. Король Б3. Опять же, видите, черные загоняют белых Цуксванг. Но конь Ф6, конь Ж2 и ход в ход успевают, опять же, белые защититься. Конь Е4 и конь Е3. Казалось бы, что все, вот А2, король А1 и конь С2 мат. Но конь Д2 шах, король Б4 и конь Ф3. Все, и опять конь находится близко. Крутимся, вертимся и не даем, соответственно, черным здесь никаких матовых мотивов. Если король куда-то далеко идет, то мы ходом конь Е5 просто легко отдаем, соответственно, коня за пешку. Ну и делаем ничью, загрызая потом пешку на поле А3. Слон А2 было сыграно. Последовало конь бьет Ж5. Ну и теперь уже все. Выясняется, что не выручает ход слон Б1. Так как на слон Б1 находится мощный ход конь Е4. И теперь конь, видите, на поле Ф6 не удерживается. И получается так, что слон бьет Д3. Король бьет Д3. Коня нужно уводить. Например, конь Д5, ну и черные просто играют Ж5. Дальше их идея очень проста. То есть они пользуются тем обстоятельством, что конь, видите, отвлечен. Далеко он уйти не может. Отдаться за пешку он также не может, потому что иначе пешка А пройдет. Ну и, соответственно, черные здесь, опять же, выигрывают на Цуксвангах. И ход король Б1 невозможен из-за хода. Видите, конь С3 вилка. Получается пешечник безнадежный у белых. То есть здесь черные, опять же, побеждали. Но последовало Х4. Конь Е4. И вот именно этот ход как раз зевнул китайский товарищ. Конь Д7. И здесь Ливон Аронян проходит мимо выигрывающего продолжения. Играет он здесь конь С5, выпихивая коня с поля Д7. Но выигрывал ход конь С3. Причем очень легко. Ливон Ароняну нужно лишь было понять, что пешка на поле Х4 это лакомая мишень для черного коня. Вот здесь я нарисовал опять маршрут, который получается форсированно. Конь Е2, конь Ж1, конь Ф3. И загрызаем пешку. Ну и самое главное, что ничего этому противопоставить не могут белые. Они находятся в полном Цуксванге. Видите, слон атакован. Слон Б3. Ход единственный. Конь Е2. Шах. Король Д2. И просто конь Ж1. Все. Угрожает конь Ф3. Вилка. И конь бьет Х4. Защиты нет никакой. Видите, что белые фигуры очень сильно стеснены. Они разбросаны. Далеко находятся от своего белого короля. И не в состоянии прийти ему на помощь. Но конь Д7, конь Ц5. Играет Ливон Аронян. Следует конь Ф6. И финальную решающую ошибку совершает здесь Ливон Аронян. Играя король Е5. Он хотел подойти к королю. В принципе, его цель очень проста и понятна. Но повторюсь, что усталость и неспособность уже просто-напросто считать варианты сделали, конечно, свое дело. Черные хотели просто подойти к королю и съесть пешку. Но выясняется, что связано это, опять же, с непреодолимыми трудностями. И белые успевают провести конем вот этот самый эквилибристический маневр. Стать конем на поле Ц2 и атаковать пешку на поле А3. После чего им остается лишь отдать одну из фигур за пешку на поле Ж6. Король Е5 ход, выпускающий победу. И, к сожалению, последним ошибся армянский супергроссмейстер Ливон Аронян. Единственным ходом был ход слон Ф5 выигрывающим. Но здесь уже совершенно неприподъемные варианты. Здесь уже просто настоящий этюд. Позвольте мне вам просто показать варианты. Понятное дело, что идея белых в спасении, это связанная с ходом Х5. Разменивается, казалось бы, последняя пешка. ЖА, конь бьет Х5, но здесь начинается настоящий этюд. Итак, черный играет король Ц3. И выясняется, что конь на поле Х5, который съел вот эту самую последнюю пешку, материала очень мало, но очень страшная создается угроза конь Б3 шах. И все, защиты нет на самом деле. Конь Ф4. Казалось бы, что белые хотят подвести коня к защите. И вот уже конь Е2 шах угрожает. Шахматы трагедии одного темпа. Но конь Б3 шах. И все. И получается, что на король Д1 просто мы играем слон Ц2, отгоняя короля еще дальше на король Е1, король Б2. Но здесь уже говорить совершенно не о чем. Видите, слон попал в капкан, и пешка просто проходит ферзи беспрепятственно. Поэтому после... Слон бьет Б3. Король бьет Б3. То есть нужно на конь Б3, конечно, играть не король Д1, а слон бьет Б3. Итак, давайте вернемся. Слон бьет Б3. Король бьет Б3. Угрожает А2. Пренеприятнейшее просто. И пешка проходит ферзи. Единственный ход конь Е2. То есть теперь, соответственно, на А2 мы просто дадим шах. И будем приставать. Ну то есть А2. Тогда просто конь Д4 шах. И что теперь получается? Что если король Ц3, ну опять пристаем шахами. То есть конь Б5 шах, например. Если король начинает приставать к нашему коню, король Б4, то просто играем король Б2. Ну и все. И пешка на поле А2 падает. Соответственно, поле не того цвета. Даже если сыграть в своем Б1, просто играем король А1. Ну и отдаем коня. И это простейшая ничья. Давным-давно известная из теории. Поэтому после король Б3, конь Е2. Единственный ход побеждающий король Ц4. Король встает по диагонали от коня на то же самое поле. И получается Цукцванг. Смотрите, король не ходит на поле Б1. Если ход короля, то А2 и пешка проходят ферзи. Остается ходить только коню. Ну и выясняется, что удается сделать Цукцванг. То есть задача черных просто получить такую позицию с королем на поле Ц3. После чего ход А2 решит исход партии, так как не будет хода король Б2. Ну и анализ показывает, что это возможно. Итак, конь Ж1. Слон Е4. Итак, даже если конь Ф3 мы играем, понятное дело, что брать нельзя. Тогда король Б1 и король проходит в безопасный угол. Слон Д3. Конь Д2. Шах. А что еще остается? И король Б4. Снова видите, король встает на поле максимально опасное для белого коня. То есть через клетку по диагонали. И получается так, что здесь Цукцванг. На коне Ф3 просто играем король С3. Все. Видите? Теперь конь не в состоянии дать шах с поля Д2. Так как мы видим, что король попал на поле С3. И следующим ходом А2 неименуемо пешка проходит ферзи. Ну вот, конечно, решиться и понять издалека, что эта позиция выиграна. Давайте вот еще раз вернемся после слона Ф5. Понятное дело, что Ливон Аронян так не сыграл из-за хода Аш5. Он подумал, что меняется последняя пешка. И белые добиваются ничьей. Но вот здесь, конечно, начинается настоящий просто этюд. И я вам его показал. Ну а теперь остается лишь показать, что после кони Ф6 король Е5 ошибочного. Китаец блестяще сыграл конь Д5. Нашел этот ресурс. Слон Ф5. Уже поздно. Конь Е3. Конь проходит на поле С2. Конь Д3 шах. Король С2. Повторюсь, что если так не играть, то конь просто встает на поле С2. И пешка на поле А3 падает. Конь Д3 и король С2. Единственный ход, дающий ничью. Мы встаем под скрытый шах. Но выясняется, что ни один скрытый шах не опасен. Конь Б4 шах. Король Б3. И все. Белые добрались до пешки на поле А3. И дальше уже эту самую пешку они успешно съели. И остается им лишь выполнить одну миссию. Это отдать коня за пешку. Итак, король Б2, король Ж3. Король С3, король Ф2. Король Д2. И конь просто у нас сейчас встанет на поле Е3. Слон Ж4 сыграл здесь Ливон Аронян. Конь С2, Ж5 и конь Е3. Все. С приведением коня на поле Е3. Так как они перевели белый вот этого самого коня на это поле. Теперь пешка уже никуда не идет. Ну и соперники здесь еще немножечко потанцевали. И на 75-м ходу согласились на ничью. Ну что ж. Очень обидное упущение армянского суперграссмейстера. По ходу партии на выходе из дебюта мы видим, что он сумел обмануть китайского товарища. То есть в конце Б3 ход оказался неудачным. И ходом Б6 Аронян его подловил. Но дальше уже сказалась усталость. И сказалось то, что окончание, которое возникло в этой самой партии. Ну оно просто очень сложное. И я думаю, что оно войдет скорее всего во многие учебники по эншпилю. Так как окончание интересное, сложное. И изучать такие, конечно, окончания нужно для повышения уровня мастерства эншпиля. Если обзор вам понравился, то поставьте ему много лайков. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски обзоров. С вами же был комментатор Олег Саламаха. Играйте в шахматы, любите шахматы. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!